здравствуйте отец васиан ваше высокопреподобие вы меня слышит да я слышу вас здравствуйте расскажите коротко что что произошло с вами в болгарии последние последние два дня да я уже много рассказывал но воспоминания еще свежие поэтому могу вкратце пересказать значит 21 сентября сразу после окончания праздничного богослужения литургии после того как мы со всеми прихожанами вместе помолились и причастили святых христовых тайн поступил звонок на телефон мне настоятелю храма секретарю подворья и сотруднику храма водителю нас срочно вызвали миграционную службу не объясняя никаких причин и когда мы пришли нас по одному завить заводили в кабинет где с нами беседовал представитель у вас из храма вывели из храма вас вы нет мы сами добровольно пришли самостоятельно пришли в миграционную службу нам просто сказали что нам надо срочно явиться вот поскольку накануне была такая компания в сми информационная когда нас меня лично обвиняли в том что я являюсь шпионом разведчиком в интересах других государств работаю но я подумал что просто хотят побеседовать со мной и узнать из первых уст в чем собственно проблема почему возникли такие претензии со стороны македонской македонии ведь изначально в македонских сми появилась эта информация мы пришли в миграционную службу сами и нас по одному стали заводить и предъявлять обвинения по сути дела нас арестовали и потребовали срочно немедленно покинуть болгарию или же если у нас такой возможности нет на 3 на 3 месяца остаться в лагере для мигрантов в районе душманцы но это скорее всего там где нелегалы находятся вот люди которые не имеют права находиться в евросоюзе в болгарии их изолирует и потом депортирует обратно в свою страну мы просили объяснить причины все-таки я пять лет служу в болгарии у меня было разрешение на длительное пребывание и буквально за два месяца в июне я получил новое разрешение на пребывание в болгарии это так называемая л н ч там личный номер чужденца кажется переводится то есть никаких претензий не было и тут вдруг срочно после вот этой такой кампании в сми меня просят экстрадирует меня экстрадирует из болгарии служащий вот этих спецслужб он ничего мне не объяснил сказал только общую формулировку что я представляю угрозу национальной безопасности болгарии я с таким обвинением не согласился потому что ничего противоречащего интересам болгарии я не делал наоборот главная задача была укреплять наши вековые контакты отношения с болгарской церковью после предъявления обвинений до приехал еще консул мы попросили консула приехать консул российской федерации прибыл миграционную службу попросил дать объяснение ему тоже категорически отказали и после этого нас поместили специальный автобус поскольку и повезли по городу где по адресам где проживали я проживал священник протерей евгений и вот сотрудник владимир к нам приставили полицейского потому что отказали возможности самостоятельно покинуть территорию болгарии после того как мы поехали я позвонил своему непосредственному начальнику митрополиту антонию волоколамскому он поставил в известность он сообщил святейшему патриарху кириллу через несколько минут владыка антони позвонил и передал от патриарха кирилла поддержку молитвенную поддержку к сожалению что все так произошло и вот мы поехали на автобусе взяли свои личные вещи полицейский заходил в апартаменты где мы проживаем контролировал что мы собираем какие вещи потом опять посадили нас в автобус повезли в храм но в храм мы сразу не попали это была очень такая история интересная в чем-то даже может быть комическое вокруг храма стояли люди и журналисты и полицейские пограничная полиция они испугались выводить нас из автобуса в храм присутствие журналистов и людей и вот три попытки было попасть в храм и только когда стемнело уже где-то около восьми часов когда закончился основной вот прямой эфир новостей был на болгарских телеканалах нас привезли в храм мы взяли личные вещи и повезли на границу с сербией прихожане стояли рядом с храмом там вот где бульвар царя освободителя но прихожан к нам не пустили то есть мы даже не смогли попрощаться с ними посадили в автобус и увезли на границу высадили и мы пешком пошли в сторону сербии перешли сербскую границу и затем уже вернулись домой как вы это все объясняетесь но у меня объяснение я для себя нашел такое объяснение не знаю насколько она правильная потому что официально мне никак никто никаких претензий не предъявлял но как не предъявил вас предъявили в шпионаж вы прочитали что так что там пишет во мне нет там было только только номер номер статьи а в чем обвиняется какие преступления подразумевается под этой статьей я не знаю помните статью кажется 43 но я конечно я не запомнил потому что это было неожиданно это был конечно такой шок потрясения мне ведь да официально мне предъявили наказать обвинение по такой-то статье но о чем говорит эта статья я не знаю поэтому у меня остаются вопросы на руки на руки нам не дали этот документ его забрали мы только расписались в том что нас ознакомили содержанием этого этого заповедь это этого постановления вот лично для себя я объясняю так вот есть просто объективные процессы сейчас конечно сложные отношения между западом и россии в целом между православной церковью русской православной церковью и константинопольской церковью да мы не признаем принципиально не признаем украинский раскол который признал патриарх варфоломей и не только я открыто это говорил что раскол несет в себе большую опасность поскольку все право вся православная церковь может превратиться все кто раскольники украинские не имеют апостольского преемства это самое главное то есть это тот критерий который доказывает истинность иерархии епископов и церкви это это первый первый такой вот фактор объективный второй это скорее может быть это выборы вы которые происходят в болгарии и необходимо просто создать медийный шум для того чтобы показать отношение властей к россии к русской церкви конкретных фактов мне никто не предъявил поэтому я не могу до сих пор четко понять в чем же именно меня обвиняют общая формулировка угроза национальной безопасности она должна подтверждаться какими-то фактами а никаких фактов нам не предъявили вообще посмотрите 15 сентября в македонских сми вышла публикация 16 уже в софии а через пять дней четверг 21 нас экстрадируют но должны же быть какие-то следственные мероприятия просто нужно расследовать ну еще за четыре пять дней они сфабриковали дело и нас экстрадировали но просто в это не верится а вы сколько время служили в болгарии я в болгарии служил чуть больше пяти лет восемнадцатом году я приехал в апреле в марте я получил указ в апреле я приехал кто вам кто вам послал указ кто вам послал кто из россии из патриарх патриарх московский всея руси да он является моим непосредственным начальником вы у вас другие начальник есть извините для провокацию у вас другие начальник есть нет церковный нет конечно я священник вот даже вот если кто-то и по посмотрит мою биографию я 12 лет был проректором московской духовной академии занимался образованием духовным образованием будущих священников потом я был представителем патриарха в беларуси и приехал в болгарию я никогда не занимался никакими государственными политическими вопросами у меня только священно начали я подчиняюсь только патриарху москву а может быть ваши доклады для ситуации в софии служится не только архиерейство там у вас а может быть служится какие-то службами вы доклады писали нет я информировал конечно святейшего патриарха и митрополита антония как протекает жизнь на нашем храме я рассказывал о том как как живет болгарская церковь да но только патриарху никто другой никто другой не интересовался этим потому что у нас говорят они шпионы у вас есть связи с русского посольства сейчас были связи вы что-то там ходили говорили докладывали я только как но потому что они говорят да я ваша россиян я забыл как как им имя ваше карбовский мартин мартин вот храм русский храм это собственность посольства конечно у меня были контакты с сотрудниками посольства поскольку мы ну как арендуем это здание можно сказать да меня приглашали на официальные приемы но каких-то рабочие встречи там обсуждение ситуации в болгарии этим я не занимался это вообще не моя специфика спасибо для ответ последний вопрос на этот тему у вас какие-то связи с гр.у. и другие державные органы с были нет конечно никогда не было и нет я священник отвечать и для эти слова они с бога как священника абсолютно верно мне даже тут даже и думать нечего я слуга служу только церкви только богу никакими никакими контактами связями с другими какими-то там разведками никогда не занимался мне это не нужно а вы надо это объяснить на ваших прихожей прихожане как называется это миряне у нас прихожане да да сейчас у нас говорят что наш синод будет отключить церковь русская и иначе служить там что вы думаете об этом я считаю что это будет недобрый шаг по отношению к русской церкви который может осложнить наши добрые дружеские контакты с болгарской церковью которые существуют на протяжении десятилетий понимаете очень многие не понимают тонкости некоторых тонкостей если позволите я вам объясню вот есть вопрос собственность здания храма есть вопрос отдельно это юридическое лицо храм является собственностью посольства изначально хотя это пытаются оспаривать и некоторые политики выдвигают это в качестве главного тезиса последние дни но здесь вопрос предельно ясный прозрачный есть документы подтверждающие собственность второй вопрос это юридическое лицо действительно церковный приход энория которая существует при храме николая чудотворца по адресу царь освободитель 3 это энория русской православной церкви почему она существует в этом храме как так получилось а есть предыстория после революции 1917 года в двадцатых годах русские мигранты архиереи священники миряне приехали в болгарию но они не могли служить болгарской церкви потому что с 1872 года болгарская церковь была в схизме константинопольский патриархат наложил схизму он отлучил ее от общения с другими поместными церквями и строго говоря духовенство русской церкви не могло служить вместе с духовенством болгарской церкви лично я считаю что это было несправедливое решение болгарская церковь древняя у нее патриархат с 10 века но пришлось учитывать эти особенности и из 20-х годов существовало параллельно около 10 приходов русской церкви в 45 году когда при активном участии русской церкви патриарх алексея первого греки константинополь отменил схизму русская православная церковь отдала все свои храмы и приходы на территории болгарии в юрисдикцию болгарской церкви это произошло в 1953 году но один приход остался при храме николая чудотворца это было договорю совместное решение болгарской русской церквей при патриархе алексея первом и болгарском патриархе кирилле при вот этом храме русском храме посольском существовал приход существовала община которую создал святой серафим соболев и она сохранила свое существование но взамен болгарская церковь получила около 10 приходов и храмов имущества где на территории болгарии варна варня в ямбале на шибке в руси храм святого пантелеймона в софии я сейчас точно не помню все но вот у нас в этом году в прошлом году было мы отмечали семидесятилетия подворья московского патриарха мы представили выставку и документы представили документы где написано что русская церковь отдает болгарской церкви все свои приходы на территории болгарской церкви кроме прихода в русском храме но с один вопрос такой у нас одна русская до церковь да а у вас в москве одна болгарская или больше значит в москве существует представительство болгарской церкви то есть это посольство церковно-дипломатическая миссия но храм является собственностью московской епархии приход тоже является юридическим лицом который подчиняется московскому патриарху потому что так исторически сложилось что никогда в россии не было общины церковной общины болгар а вот в болгарии в софии она возникла 20-е годы когда приехала наша эмиграция русская сейчас что будет что случится когда наши отцы сломят катинар как катинар по-русски катинар будут войти в этого храма как какая будет реакция у вашей церковь я надеюсь что это не произойдет во первых храм собственность посольство это посольская собственность чтобы взломать двери храма ну необходимо санкция властей это очень серьезная акция во вторых если даже болгарская церковь создаст приход создаст приход ведь у болгарской церкви нету и нори и в этом храме и и там нет они невозможно назначить священников на приход которого не существует я знаю да что софийский митрополит патриарх неофит назначил туда болгарских священников да но там же нет болгарского прихода там нет прихода софийской митрополии но там нет никакой церкви эн tenderi hier поэтому невозможно невозможно начать там богослужения для этого надо юридически создать энерию поэтому нет никаких условий для того чтобы совершать там богослужения это болгарские русский сед дня для что это это большая юрисдикция или нет нет это юрисдикция юрисдикция московского патриарха Как у вас сейчас дела? Что вы будете работать сейчас? Я жду встречи с патриархом или просто назначения патриарха. Я приехал в субботу, ну где-то неделю, да, я неделю в Москве, но пока что жду, какое получу новое назначение. У нас был раскол, вы помните, да? В 90-е годы был раскол, да. Вы не были здесь, да? Нет. Сейчас мы боимся раскола тоже. Возможно, раскол сейчас? Внутри болгарской церкви? Да. Нет, никаких предпосылок для раскола нет. Та проблема, которая возникла, она, это проблема, значит, собственность, это отношение с российским посольством, это вообще вопрос не касается церкви, а юрисдикция – это отношение между двумя церквями, между болгарской и русской. Поэтому тут нет никакой почвы, никакого основания для раскола нет. Я хочу вас опровергать. Если кто-то пойдет на идею, чтобы будет отвязаться от русской церкви, понимаете, болгарские и русские будут отвязаны, как раскысаны. Разойдутся, да. Разойдутся. Это будет раскол для нас, потому что одни церкви будут говорить для этого, а другие будут против. И у нас мы ожидаем миряны, там, как у нас называется миряны. Тоже, тоже миряне, да. Они говорят, что это опасность раскола. Если это будет эскалировать, это будет эскалация на это, понимаете? Понимаете, любой конфликт можно развести до максимальных границ, максимальный масштаб. И он, конечно, может перейти в раскол. Но я верю и надеюсь, что члены Священного Синода болгарской церкви не пойдут по пути обострения отношений с русской церковью. Да, но они назначили отцы. Они говорят, давайте будем служить там. А политики это говорят, политики. Ну, политики, конечно, сейчас используют эту тему перед выборами. Но что я хочу отметить, что приход, который, Энория, который существует при храме, это труды святителя Серафима. И те, кто хочет упразднить вот эту Энорию, они поднимают руку на святителя Серафима, который почитается не только в Софии, по всей Болгарии. Это крайне непопулярная мера. Зачем обострять ситуацию до таких размеров, если вообще никакой цели для этого нет? Нет, зачем это нужно? Скоро, скоро приедет новый настоятель. У нас в середине октября будет заседание Синода и назначат нового настоятеля. Приедет другой русский священник. Если я кого-то не устраиваю, власти не устраиваю, то тогда приедет другой священник. И он будет служить. И служба будет совершаться. И это будет нормальное решение и для нас, если он не шпион. Да он не шпион. У нас, знаете, шпионы это уже реликты, остатки холодной войны. Ну, у нас, знаете, традиция какая-то, мы русские любим, мы шпионы не любим. Связь между Украинской Православной Церковью и Русской, она прорвана. Что сейчас будет с нами? Сейчас я, давайте, уточню вопрос. Да, значит, есть связь Украинская Русская Церковь, да? Вот. И в чем вопрос? Не будут ли разорваться братские связи между нашими поместными церквями? Болгарская и Русская. Как пример я даю, украинский конфликт. Нет. Ну, украинский конфликт, это политический конфликт. Мы сохраняем... Украинская Православная Церковь, Московского Патриархата, во главе с митрополитом Ануфрием, является частью Русской Церкви. Сейчас она испытывает очень жесткое, жестокое давление со стороны правящего режима. Но мы пребываем в единстве. Несмотря на то, что были заявления архиереев Украинской Церкви, они не хотят поминать московского патриарха. Но, тем не менее, вопрос, этот вопрос, непоминовение патриарха за богослужением, он находится... Его передали в компетенцию архиерейского собора Русской Церкви. С Болгарской Церковью у нас совсем другие отношения. Это поместные церкви. Единственная опасность, которая существует, это признание раскола на Украине со стороны поместных церквей. И вот, к сожалению, у нас мы разорвали связи с греческой церковью, с Александрийской, с Кипрской, потому что они признали раскольников ПЦО. Болгарская Церковь заняла мудрую позицию, на мой взгляд, взвешенную позицию, поскольку она помнит, какой был раскол в Болгарии. Между прочим, может быть, кто-то не знает, но лжепатриарх Филарет Денисенко вместе с лжепатриархом Пименом, болгарским раскольником, рукополагал епископов для Болгарской Церкви. И такие действия только разъединяют церковь, разъединяют людей. И я надеюсь, что Болгарская Церковь сохранит свою правильную позицию и не будет признавать раскольников во главе с Епифанием Думенко. Вот такая опасность есть, да. Но последние пять лет, когда я был в Болгарии, я вижу, насколько осторожны болгарские архиереи в таких вопросах. Отец Васьян, сейчас мы вас представляем как духовник. Я надеюсь, вы только духовник. Это моя надежда. Только, да. Для этого я даю вам минуту для обращения к Софийскому паству, которая сильно по вас доскует. Да. Спасибо, Маркин. Я действительно не смог попрощаться с прихожанами. У меня объективно не было возможности. Я хочу пожелать им крепкой веры, послушания священноначалью, добрые впечатления о нашей жизни на приходе. Мы вместе молились. Мы вместе пережили такой тяжёлый период, как пандемия. Мы уже забыли об этом, но мы все переживали. Вирус был смертельный. Мы молились друг для друга. Нас очень много соединяет и скорби, и радости. Мы ездили по святыням и болгарской церкви, и македонской. Мы, можно сказать, были одной семьёй. Я желаю всем помощи Божией. Уповайте на Бога, Господь нам поможет. И главное, сохраняйте наш приход. Вот это наследие святителя Серафима, Софийского чудотворца. Если мы сохраним мир, единство, согласие на приходе, преподобный святитель Серафим нам обязательно поможет. Так что с Божьей помощью, по молитвам святителя Серафима, Господь досохранит всех прихожан. И всем желаю я помощи Божией. Собратьям, болгарским священникам, архиереям, всех, кого я знал, у меня остались самые добрые впечатления. То решение, которое приняло болгарское правительство, никоим образом не распространяется на моих друзей, знакомых из Болгарии. У меня о них остались самые добрые воспоминания. Отечествен, спасибо для этого интервью. Всё-таки ещё вопросы. Не все точки над «и» расставлены. Ещё есть вопросы. Я думаю, что у нас будет тема для беседы. Спасибо, что вы задаёте острые вопросы. На них надо давать ответы. Для того, чтобы всякие сомнения развеялись. Я сохраняю в своей душе самые лучшие впечатления, воспоминания о своём служении в Болгарии. Спасибо, Ваш отец Васьян. Спасибо большое. Благословите. Да, Бог благословит всех Вас. Спасибо.